здравствуйте мои дорогие друзья дамы и господа мои подписчики сегодня мы с анастасией снимаем ченнелинг здравствуйте ченнелинг по вашим просьбам будем разбирать сегодня грегор ну насколько будет возможно принять эту информацию так как все-таки тема очень такая сложная неоднозначная нужно очень грамотно и правильно задавать вопросы итак первое могут ли души существовать без эгрегоров да могут но смотря какие ну допустим вот мы допустим живем на земле да мы светлые можем без игры игры это просто источник который вас нас высасывает энергию и основном это темное светлые почти нету которые созданы для того чтобы с нас сосали энергию ну допустим светло как с нас получают светлых и у нас идет обмен просто как из медитации идет получается как мы ложимся мы лежим медитации и мы получаем энергию но в то же самое время не отдаем даже ту которую мы даем использованную то тоже дым годно они очищают и берут если как у меня то есть если мы просто во сне спим они забирают энергию во сне нет они наоборот они нам дают нам дают и забирают грязную к так использована то есть энергия может быть чисто как отработанное масло ну да то же самое как бы за день набралось только сказать так ну негатива плюс еще может кто-то сглазит и так далее если бы начали плохо чувствовать то все-таки тоже энергия какая-то находится в этом получается просто когда вы ложитесь спать или вы медитируете просто негативе все это уходит очищается тело очищается душа сама внутри и приносится как бы то же самое как одевать новые вещи грязные вещи на стирку опять пользуются ими получить то же самое как энергия грязная энергия берут то же самое как втирают утаскивают все весь негатив и берут заново действует во сне это все происходит да или может допустим человек в течение дня допустим идя по улице где-то сидя нет в принципе во сне медитации в основном если вы чувствуете по протяжении дня что у вас уходит очень много энергии то значит у вас или какой-то эгрегор настоящий к тактен с темными связан или у вас темные и вас кто сглазил и так далее порчу наложил а вот допустим есть люди которые сами сосут других людей энергии это вампиры энергетические тоже есть сказать так так они просто на себя берут энергию да но принципе да в любом контакте с человеком долгое время на себя с него высасывают энергию конечно не все но 25 процентов могу сказать ну то есть в принципе слова эгрегор тире это темные правильно темные значит тогда разбираем значит темные они придумывают эти эгрегоры на каких планетах где есть доступ да для этих светлых планет куда добраться могут до добраться могут получается для начала изначально как идет вот этот процесс процесс идет вот темные пробуют можно ли зайти на эту землю получится ли у них остаться там примерно месяц и так далее чтобы посмотреть проживание будет как смог прожить выжить и приходят если они выживают и смотрят что а есть какие-то обстановки которые мы можем то есть можем создать какие-то условия для нас получается что они приходят если их не находят и не да если их не выгоняют то продолжается оставаться там и приносить своих но смотри допустим и тогда получается просто останавливается как так эгрегор дает информацию выше говорят ну тому который создал этот эгрегор которые смотрят за ним которые сказать это некая энергетическая система такая энергетический шар с энергией набранной из людей которые они пытаются этим но это все на энергетическом плане естественно эгрегоры на земле только религиозные из которого сосут энергию еще какие-то эгрегоры есть которые темные придумывают в основном пока что идут вот эти а другие эгрегоры они минимальные еще не развиты они пытаются что-то сейчас сюда сделать на данном моменте они не видят никому никакой информации вот как откроется информация так и этим семинать будет доступ короче сразу будем давать вот допустим религиозный эгрегор там в исламе допустим до христианстве в буддизме то есть это все создали тем и специально чтобы собирать энергию верно а вот на футбольных матчах например когда большое скопление людей например на футбольным а тут не забирают светлые а темно могут только если находятся рядом и также и вампир энергетические которые находятся рядом вот такие например до мероприятия где очень большой всплеск эмоций да лучше конечно на такие не ходить если у вас нету защиты раз от кармы два от сглаза и так далее в принципе защиты на все тоже можно и тогда можно просто пойти чисто посмотреть там футбол и так далее так лучше посидеть на диванчике если вас не защита ничего нету просто делим включить телевизор и смотрите-ка то есть такие мероприятия как бы они не создавались темными это просто спонтанно люди как-то сами по себе сделали такие мероприятия или как и все-таки темную тоже участвуешь такие мероприятия создать большое скопление народа чтобы было им тоже это же выгодно подбирать какие-то изначальные темные создали все эти скопления начну с того и потом людям потому что понравилось потому что человека натура человека как обобщение это основное и получается так что им тоже понравилось или выгодно им стало как было давать но допустим вот у нас на земле три основных группы игра игра да как я уже сказал основные виды религий и создали одни те же темные разные темных создавая а там есть разные то есть каждый из них потому что слишком сложно для одного смотреть за всеми как бы есть раз два три четыре может быть больше десяти может меньше десяти темный который там стоят и каждый своим лодочкам там смотрят и разделяют на остальных грубо говоря религиозная игра игра одна группа до темных там ислам там допустим другой мусульманский грегор и до диски тоже то есть или они могут еще и друг от друга забирать как смысле ну энергию темные а не только вот это моё вот смотрите они могут обмениваться но они очень редко это дело потому что из них в них доброта даже если чувства не нужны у них нужны как бы и ну не работает у них тут нету короче у них это желание дать дайте поделиться с кем-то то есть просто так жадные ну то есть первоначально как бы да когда было все одинаковое потом темные делились и после того как они отделились им не хватало энергии получать от того творца и какой-то общей энергии у них просто вот раньше перед тем как созданы были бы эти эгрегоры был один для основного который давал там своим которым хотел создано что где-то эгрегор на какой-то земле когда они только появились ну вообще в начале когда все создавалось и получается что остальным ну получается не должны размножаться чтобы их больше стало чтобы они могли действовать больше на людей на светлых и так далее им вот тем который пониже было не было выгодно потому обмениваться и получать очень мало как бы с того что свыше давали как получали может процентов 3-4 со всех 100 которые и те получали повыше не как бы не сам создатель который создал все это а те пониже которым были типа на берите чуть-чуть полу боги боги да получается да не получается что они начали находить какое-то решение начали создавать пошли решение взяли дали ему идею он согласился и начали действовать как бы делать им тоже поменьше но они сами начали пускать так делать без помощи большого создателя потихонечку все понять на каком уровне религиозного эгрегора осуществляют руководство темные ну с какого низа и до верха как это вот иерархии их не распределяется то есть грубо говоря от нас поднимается энергия есть какой-то депозит да где собирается энергия небольшая потом еще выше поднимать еще больше или еще больше как это все строится или как как это все выглядит со стороны допустим вот у нас на планете есть какой-то депозит который собирает энергию потом куда это дайте сейчас секундочку мне объяснят так получается вот люди люди имеют энергию темные приходят забирают эту энергию таким образом могут сами забирать когда они на них могут и может эгрегор вот в случае эгрегора они молятся энергия просто потихонечку потихонечку просто поднимается в то ну смотря к чему они молятся в то в тот шар который набирает энергию то есть тот источник сказать так буддийский например и туда набирается набирается и просто когда приходит этим темным же нужда есть хочется как человеку поесть так и темно хочется энергии и идут туда и забирают у них есть определенное какое-то количество назначенные брать энергии то есть они могут быть не меньше и не больше то есть им нужно определенное количество для того чтобы существовать а потом после чего они забирают потихонечку есть и у них у темных самим и грегоры и сказать так и как налоги то самое входит который автоматически темный подключен к нему без того согласия его согласен он согласен он должен сам как мы платим налоги и она дает выше там уже идет фильтру фильтрование начинают фильтровать имеется ввиду там если какая-то светлая попалась так далее потому что им нужна плохая энергия и получается фильтруют а потом идет еще выше и также один через одного еще проходит опять фильтруют шары там разные депозиты да 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 и они больше больше и больше еще выше идут через одного этот используют потом фильтруется опять идет второму опять используется фильтруется пока не доходит до большого то есть до самого создателя а у того сказать так свои ну со временем они размножаются конечно и получается что у него распределяет на своих которые побольше в каком месте это все находится это свой темный мир который не астрал допустим да не тонкий мир свой отдельный мир ну конечно не своя создана но есть физически понятно что захваченные там допустим планеты какие-то это именно на тонком плане у них свой свои миры правильно куда никто добраться не может верно но раньше это были светлые потом они захватили к сожалению то есть часть мира светлым осталась часть темно верно а еще какие-то функции задача в себе несет эгрегор кроме поглощения энергии распределения энергии есть еще какие-то функции ну кроме того чтобы потихонечку у человека уничтожать и давать ему меньше срок жить срок жить и чтобы смотреть вот идет человек молится у него открыт третий глаз сновидение слышание он светлый и так далее но у него у грегор и идет вся эта информация проходит через эту сказать так линию которая энергию дает там тоже просматриваю там большого очень большой процесс если углубляться там вообще можно почти два часа на это сказать так использовать чтобы сказать и объяснить и вот идет энергию туда не смотрит и не видит а у него есть это и это и открыто нас интересует то есть выгодно смотрит на его характер через энергию которую он использовал так как только так видит она можно все и тут забирает и темная на него так захватывают его в заглотку и говорят ну ты смотри допустим вот то есть такое понимание вот на сегодняшний день по крайней мере у меня есть например люди душ еще не очень развитые они выделяют не очень высокую энергию есть души очень развитые которые которые интересуют темных их зацепить как бы да и собрать них энергию то есть получается энергия одинаковая лишь том который идет каждый человек от пользуется этой энергией добавлять свою маленькую частицу энергии оставляет все-таки потому что использовал за весь день все-таки на тебе остается то что одежда на тебе на себе поносил один день одежду вот что энергия остается на ней даже если можно же стадали и вот идет она выше и тогда они уже фильтруют и смотрят уже так у него так и так интересует ли нас или нет вот так она не то что люди меньше количество энергии большее количество энергии используют меньшее количество из себя до вкладывают многие да немножко спустимся немножко к религиозным вещам потому что очень много сегодня религиозных людей на земле вот ничего плохого не хотим сказать мы просто лишь пытаемся объяснить вам что не все так хорошо как нам преподносят это допустим вот человек пришел в церковь например молится например сразу отдает энергию правильно но многие говорят мне так хорошо стало после церкви я прямо вообще как будто меня зарядили энергии почему такие чувства людей получается потому что для начала начну с того что иногда они смотрят как бы на людей смотрят на их не интересы смотрят как они себя будут вести если они помолятся им плохо им хорошо не станет то есть они делают все для того чтобы он поверил и делал это постоянно убедить главное убедить и дает ему хоть немного хорошего типа чтобы ему хорошо стало и все на следующий день опять приходит опять молится энергия уходит а потом когда уже и грегор на него насел нормально и он больше не ходит в церковь он тебя уже плохо чувствует без проблем он все равно будет забирать пока не снимется а вот допустим когда человек какие-то религиозные праздники празднуют там допустим ритуалы церковные там и так далее это тоже снимается энергия во время того что он или это как-то уже не очень влияет сильно когда все вместе плюс еще то есть там чуть-чуть там чуть-чуть то есть человек реально в это верит и чем больше награды на себя тем больше цепляет его и грегор внедряется правильно то есть получается что наши священники различные да там да неполны и грегор они просто не понимают где они находятся то есть они занимают многие понимают потому что в основном это заслана на темно темное да в основном сильно темные и меня тут темные души физическом теле чтобы люди понимали и вот они там все это контролирует она бывает когда они просто приносят они устают и приносит кого-то там и вкладывая в него как бы свои штуки свои вещи которые помогают им за ним типа командировать даже сиди далека просто уходит вот питаются так далее вот они приходят обратно потом опять на пост я не тоже сам там появляются на земле как и остальные люди просто в теле из того не всего например нет не родился не вы не вырастил и так далее просто появился за углом человеку 28 там у него документа все есть они все устраивают но и последние как бы да расскажи как допустим человеку в каком случае человек может отделаться от и грегор сам сколько времени нужно для этого что надо примерно делать и в каких случаях обязательно нужно контактера обращаться чтобы сущность помогла или проще сразу обратиться контактеру как бы не мучиться просто но просто конечно но смотрите и дальше можно было еще свалить этого то есть обойтись самим но потому что не слишком слабый были только начинали а сейчас с масса который все и так далее сколько не вкладывали в эти игры игры и так далее они сделали именно так что захватили человека и без помощи ну даже есть ну хорошо если сам контактер то сможет как-нибудь если сам умеет разговаривать с сущностями да тоже есть вариант что он выйдет из этого а если человек просто обычный человек и он не может ничего медитировать просто его накачивать энергией а темные опять заберут то есть тут тупиковая ситуация человек не может контактировать да то лучше обращаться контактера вот и ни в коем случае не идти каким-то видимым каким-то там то есть человек обычно я тебе могу сделать я там то есть редко работает и даже не работает то есть если это снимает высокоразвитой сущности хорошо все заканчиваем это видео думаю было интересно пишите свои комментарии подписывайтесь на наш канал всем самого доброго до свидания до свидания